Профессор Васюка Юрия Александровича, доклад на тему пациент с сахарным диабетом второго типа и сердечно-сосудистой патологии. Фокус на терапию с позиции доказательной медицины. Пожалуйста, Юрий Александрович. Благодаря Михаил Борисовичу, благодаря мои коллеги, прежде всего раскрытие информации, конфликт интересов потенциальный. Вы хорошо знаете, что в прошлом году были опубликованы европейские рекомендации по диагностике и лечению острой хронической сердечной недостаточности. Почему я начинаю с этого? Вы прекрасно знаете, что все сердечно-сосудистые заболевания рано или поздно заканчиваются хронической сердечной недостаточностью. Актуальность проблемы ХСН, так ее будем называть кратко, обусловлена прежде всего чрезвычайно большой распространенностью и крайне неблагоприятным прогнозом при этом синдроме. Достаточно сказать, что в нашей стране за последние 15 лет количество больных с сердечной недостаточностью выросло практически в два раза. Если на рубеже веков их число считалось равно 5% от общей популяции российской, то на сегодняшний день их уже 9%. А что касается больных с тяжелыми функциональными классами сердечной недостаточности, их число возросло в три раза по сравнению с нулевыми годами. То есть резко увеличилось количество больных, и это не случайно, это обусловлено своего рода иронией от успеха. Мы хорошо научились лечить ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульты, и очень широко используем современные медикаменты, девайсы. И в итоге пациенты доживают до хронической сердечной недостаточности. Обратите внимание, как значимо выросло число этих пациентов. На рубеже веков в мире было 155 миллионов больных с КСН, в 2012 году уже 174 миллиона, а в 2025 году будет буквально через совсем скоро 200 миллионов человек. Причем лечение сердечной недостаточности чрезвычайно дорого. Вот для примера могу сказать, всего лишь один год лечения больных в Германии обходится этой стране в 3 миллиарда долларов, а число больных только растет. Вот, например, в странах Евросоюза количество больных с КСН насчитывается более 15 миллионов, а в Соединенных Штатах Америки такая благополучная, богатая страна более 5 миллионов. Причем ежегодно это число увеличивается на полмиллиона в год, на полмиллиона, всего лишь за 7 лет на 33%. Это фактически лавинообразный рост этих больных. Причем, как я уже отметил, сердечная недостаточность связана с крайне негативным прогнозом. Несмотря на серьезные успехи в лечении, качество жизни этих больных очень неважное, как вы знаете, а прогноз просто удручающий. Достаточно сказать, что в течение 3 лет от манифестации заболевания умирает 50% больных. Через 5-6 лет умирает практически все больные. Мы научились онкологию, некоторые формы онкологических заболеваний лечить гораздо эффективнее, чем сердечную недостаточность. Ну почему я начал с нее? Я еще раз хочу повторить, что ХСН является финалом всех органических заболеваний сердечно-сосудистой системы. И вот последние десятилетия она здорово мимикрировала. Вот как раз использование современных медикаментов стирает картину, клиническую картину. И в последних рекомендациях, которые я хочу вам фрагментарно привести, обращается внимание на особенности клиники. Ну, во-первых, диагноз сердечной недостаточности базируется на трех таких важных, скажем, трех группах приз. Ну, во-первых, это типичные симптомы – одышка, инспираторная одышка с затрудненным вдохом, припухлость в одыжах и утомляемость, немотивированная слабость. Симптомы, они очень неспецифичны, вы понимаете, они могут присущи очень многим заболеваниям и экстракардиальным в том числе. Значит, первая группа – это симптомы. Второй компонент диагноза – мы должны выявить характерные признаки для сердечной недостаточности. К ним относят повышение давления в еремных венах, набухание вен, застойные хрипы в легких, влажные, незвонкие, мелкопузырчатые, периферические отеки. И вот третья группа важных компонентов диагноза связана с нарушением структуры и функции самого миокарда. Нарушение систолической, диастолической функции, изменение ударного объема, минутного, нарушение расслабления. Но так или иначе, вот надо иметь в виду, что клиника сердечной недостаточности очень изменилась. Обратите внимание, главный доминирующий симптом – это одышка. У кого ее нету, даже у наших пациентов старше 40 лет, наверное, у каждого второго можно найти эту одышку. И попробуйте определить, что это – детренированность или проявление сердечной недостаточности. Второй по значимости симптом – утомляемость, немотивированная слабость. Давайте заглянем на минуточку на прием к терапевту. Да у каждого второго пациента старше 50. И что мы видим? Куда отправляют этих больных с немотивированной слабостью? В лучшем случае на эхокардиографии. Сердцебиение, отеки. Количество таких больных с явной выраженной клинической картины резко снизилось. Ну и застойные хрипы в легких. Это вот классическое проявление. Что касается причин. Здесь тоже есть очень интересная метаморфоза. Ну, мы все хорошо знаем, что ишемическая болезнь, инфаркт миокарда – вроде как главная причина поражения сердечной мышцы и развития ХСН. И действительно, 70% больных в основе лежит действительно поражение сердечной мышцы. Но обратите внимание, артериальная гипертония и так называемое гипертоническое сердце ассоциируются с сердечной достаточностью в 95%. Более значимая причина, этиологическая, чем даже инфаркт миокарда. А более того, если нам... Мы знаем, что и ИБС, и артериальная гипертензия – это сателлитные заболевания. Еще Великий Мясников в прошлом веке назвал их таковыми. Одно без другого редко существует. Начинается с гипертонии, но, как правило, присоединяется ИБС. И, посмотрите, на третьем месте, на третьем месте среди причин развития сердечной недостаточности – сахарный диабет. А если мы гипертонию и ИБС объединим в единое целое, и это будет логично, то получается, что сахарный диабет – второе по значению нозология, которая является причиной сердечной недостаточности. Но вот в многочисленных популяционных исследованиях, эпидемиологических исследованиях, было однозначно показано, что риск развития атеросклероза в популяции больных с сахарным диабетом второго типа примерно в 2-2,5 раза выше, чем в целом популяции. Сахарный диабет способствует быстрому раннему атеросклерозу. И, конечно же, хроническая сердечная недостаточность, как финальный этап континуума сердечно-сосудистого, выявляется у больных с сахарным диабетом в 2,5-3 раза чаще, вот здесь видно, нежели у пациентов без диабета. То есть диабет является одним из важных составляющих элементов вот в этом самом континууме, который приводит к ХСН и к смерти. Что касается структуры смертности, мы к ней плавно подходим. Среди многих причин, которые приводят к смерти при сахарном диабете, обратите внимание, хроническая сердечная недостаточность на первом месте. Это, по сути, две стороны, получается, одной медали. Казалось бы, где диабет, а где заболевание сердца. Но вы знаете, что наши американские коллеги еще на рубеже веков сахарный диабет отнесли к сердечно-сосудистой патологии. Потому что около 60% больных с диабетом умирают не от эндокринологических проблем, а умирают от сердечно-сосудистых осложнений, связанных с микро- и макроангиопатией, инсульты, инфаркты и так далее. Но если говорить о механизмах развития сердечной недостаточности, у больных с диабетом может быть два механизма. Во-первых, это один из них, поскольку 95% больных с артериальной гипертонией, больные с ХСН имеют в основе артериальную гипертонию, мы знаем, так называемое формирование гипертонического сердца, гипертрофия миокарда, фиброз миокарда, повышение жесткости, расслабление, нарушается расслабление, наполнение, и формируется так называемая диастолическая сердечная недостаточность, или сердечная недостаточность, сохраненная фракцией выброса. Второй механизм связан с глюкозотоксичностью, с дисфункцией автономной нервной системы, с оксидативным стрессом, ну и что очень характерно для этих больных. То есть вот вам еще один мостик, вот вам еще одно основание для того, чтобы считать сахарный диабет, ну, наверное, трудно возразить нашим американским коллегам, которые утверждают, что это сердечно-сосудистая патология. Ну вот, говоря о этиологии ХСН у больных с диабетом, с сахарным диабетом, можно говорить, что в основе его развития лежит кардиотоксическая триада. Это уже упомянутая мной артериальная гипертензия, раннее развитие ишемии миокарда, за счет атеросклероза молодых, и, конечно же, очень большую роль имеет так называемая диабетическая кардиомиопатия. Ну, вначале речь идет о диабетической микроангиопатии, нарушении коронарного кровотока даже без атеросклероза, а затем и развитие кардиомиопатии. Особенностью этой самой кардиомиопатии диабетической у больных с диабетом является то, что глюкоза у больных с диабетом, вы знаете, что глюкоза является источником энергии. Постоянное эффективное сокращение миокарда обеспечивается выработкой ресинтезом аденозин-3-фосфорной кислоты в кардиомиоцитах, в митохондриях кардиомиоцитов. И АТФ вырабатывается двумя путями. 30-40% вырабатывается из глюкозы, попадающей в митохондрию, и 60-70% из свободных жирных кислот. Так вот, при диабете нарушается транспорт глюкозы в митохондрии, и практически не 40, а 5, в лучшем случае, 3-5% глюкозы попадает в митохондрии кардиомиоцитов. Естественно, дефицит выработки энергии сердца компенсирует этот недостаток АТФ за счет избыточного окисления свободных жирных кислот, ацидоз, целый ряд сложных биохимических процессов в миокарде, и здоровый пациент, здоровый человек, вроде бы здоровый, без ишемической болезни сердца, вдруг отмечает у себя и одышку, и усталость, и все те симптомы, о которых я говорил, и отеки на фоне вот этой самой кардиомиопатии, которая получила название диабетическая, с нормальными сосудами, но с нарушением метаболизма. Если говорить о медицинских тратах на осложнение сахарного диабета, то можно отметить, что самые большие расходы, опять-таки, приходятся на хроническую сердечную недостаточность. И вот в тех рекомендациях, с которых я начал свое сообщение, впервые появился отдельный раздел рекомендаций по диагностике лечения ХСН, который был посвящен коморбидным состояниям, сопутствующим заболеваниям. И по каждому из перечисленных заболеваний в этих рекомендациях предложен своеобразный алгоритм лечения с перечнем конкретных медикаментов. И обратите внимание, и БС, и артериальная гипертензия на первом месте, а на втором опять сахарный диабет. Значимость этого сопутствующего сердечного состояния трудно недооценивать. И вот, что касается нового лечения ХСН, по материалам этих самых рекомендаций, но поскольку мы говорим о диабете, хотелось бы обратить ваше внимание на базисные препараты, которые внесены в эти рекомендации для кардиологов. Рекомендации-то в основном для кардиологов, конечно. Так вот, метформин. Мы хорошо знаем, что это один из наиболее часто используемых сахароснижающих препаратов, самый востребованный. 150 миллионов человек в мире принимают этот препарат. И надо сказать, что еще совсем недавно считался противопоказанным метформин больным с ХСН, но последние многочисленные крупные исследования продемонстрировали его палеотропные свойства, в том числе кардиопротективные действия. За счет... Ну, я не буду утомлять вас нюансами. Совершенно однозначно доказано, что назначение метформина больным с диабетом предупреждает развитие сердечной достаточности. А если она уже сформировалась, то замедляется ее прогрессирование и уменьшается число госпитализаций в связи с обострением ХСН. О значимости этого факта я скажу чуть позже. Так или иначе, метформин в настоящее время признан чрезвычайно эффективным, важным компонентом лечения больных ХСН и сердечной достаточности. И вот риск развития лактоацидоза, о котором говорилось как о причине, ограничивающей его использование, в настоящее время подчеркивается практически минимальный. Второй класс, вторая группа препаратов, которые прописаны в рекомендациях, как препараты также выбора, как и метформин, это препараты сульфанилмочевины. Но авторы этого раздела сразу оговариваются о том, что эти препараты имеют потенциальную кардиотоксичность. Дело в том, что механизм их действия связан с блокадой калиевых АТФ-каналов, вот этих самых митохондрий и сарколемы. А что это значит? Если блокируются эти каналы препаратами сульфанилмочевины, укорачивается потенциал действия, возникают электрофизиологические нарушения в миокарде, и это приводит к тахиаритмиям, прежде всего к фибрилляции предсердия. Я думаю, вам не стоит объяснять, что такое фибрилляция и ее значимость. И поэтому в рекомендациях записано, что использование препаратов сульфанилмочевины может ассоциироваться с повышением риска декомпенсации, связанной с этими аритмиями. И поэтому применять можно, но с осторожностью, с оглядкой, с дополнительным мониторированием, холтерским таких больных. Что касается инсулина, нет необходимости долго о нем говорить, лишь хотел бы отметить, что в этих рекомендациях пишется, что он может приводить к задержке жидкости. А мы знаем, что это один из симптомов ХСН. То есть инсулин у больных, длительно получающих его, может привести к прогрессированию сердечной достаточности. Это тоже надо иметь в виду. Что касается глитозонов, они вызывают задержку натрия, жидкости, повышают риск развития декомпенсации, и поэтому в рекомендациях четко однозначно написано, не рекомендуется больным с сердечной недостаточностью. Ну вот история сердечно-сосудистой безопасности, в частности, Росиглитозона одного из них. Исследование ДРИМ продемонстрировало в группе Росиглитозона достоверное повышение частоты госпитализации, связанных с хронической сердечной недостаточностью. Это очень важный неблагоприятный прогностический фактор. Опять чуть попозже поговорю. Другое исследование, примерно то же самое, достоверное повышение риска сердечной недостаточности. И поэтому европейский регуляторный орган ЕМИА распорядился изъять этот препарат с рынков, а FDA, это, вы знаете, Food and Drug Administration, американский регуляторный орган, наложил ограничения на использование этого препарата. Однако в 2010 году наложили, в 2013 сняли ограничения, после дополнительного анализа пришли к выводу, что этот препарат вроде как не повышает риск развития миокарда. Но вот после коррекции инструкций его реабилитируют. И тем не менее, надо подчеркнуть, и это однозначно прописано в рекомендациях, проблема сердечно-сосудистой безопасности остается основным лимитирующим фактором использования глитозонов. Но все ли они одинаковые? Наверное, нет. Но вот в частности показано было, что у пациентов пожилых с диабетом второго типа пиоглитозон ассоциировался с меньшим риском развития сердечных достаточниц, чем ростеглитозон. Но так или иначе использование их вызывает большие сомнения у значительной части кардиологов. Еще один класс препаратов, который впервые появился в рекомендациях 2016 года, это ингибитор натрия глюкозного котранспортера второго типа, эмпоглифлозин, который в одноименном исследовании продемонстрировал снижение частоты госпитализации в связи с ХСН, снижение смертности у больных с диабетом. Но само исследование имеет целый ряд методических просчетов. Во-первых, там были не все больные с ХСН. Говорит о снижении частоты госпитализации у больных, которые из тысячи больных только 120 имели сердечную недостаточность при включении в исследование. Но так или иначе попал препарат в рекомендации. Наверное, не случайно, потому что и частота госпитализации, и смертность на препарате снижалась. Причем эти линии, вот в частности госпитализация в связи с прогрессированием, произошлись очень быстро, очень рано. Еще один препарат, еще одно исследование из этой же группы в этом году закончилось, следовательно Канбас, который продемонстрировал примерно такие же результаты. Достоверное снижение частоты госпитализации по причине сердечной недостаточности. Еще один класс препаратов, вы знаете, ингибиторы дипептилпептидаза 4 типа. Их достаточно много, и позиции в этих рекомендациях тоже неоднозначны относительно использования этого класса препаратов. Пишется, что они приводят к повышению секреции инсулина, повышению секреции инсулина. Обратите внимание, это не соответствует нашим представлениям о механизме этих препаратов. Тем не менее, так написано. И стимулирует выброс инсулина длитно действующих агонистов рецепторов глюкогон-подобного пептида. Улучают гликемический контроль, но не снижают или даже могут повысить риск развития сердечно-сосудистых событий. Ну вот, надо сказать, что это вообще-то на моей памяти первый случай, когда в такой серьезный документ, который использует вся Европа, вкралась такая серьезная ошибка. Ну вот, в частности, повторяю еще раз, было написано, что они приводят к повышению секреции инсулина. Но на самом деле этот класс препаратов, ингибиторы депептидаза 4 типа, не увеличивают секрецию ингретинов, а ингибируют их разрушение, замедляют их распад. Таким образом работают. И вот в трех крупномасштабных исследованиях показано, что этот класс препаратов не имеет влияния на сердечно-сосудистые исходы, на смертность, нефатальный инфаркт миокарда, нефатальный инсульт. Но вместе с тем FDA сделала заявление о потенциально неблагоприятном влиянии саксоглептина, одного из этого представителей, и аллоглептина о потенциально неблагоприятном влиянии на прогноз этих больных. В то же время результаты этих исследований показывают их благоприятный профиль безопасности. И в этой связи возникновение вот таких вот совершенно очевидных ошибок явилось основанием для пересмотра этих европейских рекомендаций по позициям сахароснижающей терапии, ну и, кстати говоря, пересмотра российских, потому что туда закралась эта ошибка. Ну понятно, эти рекомендации писали не эндокринологи, кардиологи, имеется в виду рекомендации по сердечной достаточности. Более того, обратите внимание, Американская ассоциация кардиологическая также позволила себе, ну, кстати, вот такой серьезный промах, в частности, ведущие специалисты опубликовали письмо на сайте этой организации, в котором сказано было, что в рекомендациях американских не представлены результаты исследований по частоте госпитализации в связи с прогрессированием ХСН, полученные в исследовании ТЭКОС, в частности, ситоглиптина. Это очень серьезная вещь. На самом деле препарат, по крайней мере, четыре препарата одного класса, но эффекты и влияние на прогноз оказалось различными. Вот препарат ситоглиптин, в отличие от остальных, как раз-таки был абсолютно нейтральным в смысле сердечно-сосудистых осложнений и не повышал частоту в сердечных достаточных количествах. И вот, отвечая на это письмо, на этом же сайте был ответ, размещен на это письмо, где было сказано, где эксперты, которые писали рекомендации американские, извинялись и говорили о том, что в то время, когда они писали рекомендации, исследования ТЭКОС, его результаты были еще в печати, были недоступны. И вторичный анализ результатов ТЭКОС все-таки дал уверенность этим экспертом в том, что ситоглиптин, в отличие от остальных глиптинов, обладает лучшими сердечно-сосудистыми эффектами, профильной безопасности. И вот совсем уж последние канадские рекомендации, обратите внимание, обликованы 6 сентября 2017 года. Что тут важно отметить? Эксперты, подготовившие документы, написали, что ингибиторы ДП-петилпептидаза 4 типа могут использоваться при лечении ХСН. В качестве препарата выбора следует рассматривать ЛИНА или ситоглиптин у пациентов с сопутствующим диабетом. Сердечно-сосудистая безопасность терапии инкретин-направленной терапии, роста роли и места аналога в глюкогом подобного пептида и ингибиторов ДП-петилпептидаза. На самом деле, очень много исследований было посвящено изучению безопасности. Вот я быстренько отмечу их. Это и Сейвор, и Экзэм, Текос, Лидер, Сустейн и так далее. Ну вот одно из них. Лироаглутит и Семиаглутит. Два исследования Лидер и Сустейн. В исследовании Лидер было отмечено, что госпитализация по поводу ХСН казалось, частота госпитализации никак не отличалась от группы плацебо, от контрольной группы. Достоверных различий не было. Но при достоверном снижении первичной конечной точки отсутствовало снижение риска госпитализации по причине сердечной недостаточности. Еще одно исследование Семиаглутит у больных с сахарным диабетом было отмечено. Значит, первичная комбинированная точка была достоверно снижена. Это имелось в виду смерть сердечно-сосудиста, не фатальный инфаркт и инсульт. Но, тем не менее, первичную точку достигли. А вот достоверное снижение риска сердечно-сосудистых осложнений. Значит, еще одно исследование Сустейн-6. Здесь также можно отметить отсутствие достоверных различий в частности госпитализации в сравнении с плацебо. Но при достоверном снижении первичной точки отсутствие снижения риска госпитализации также было отмечено в этом исследовании. То есть, вы можете отметить, что не одинаковые результаты в разных препаратах одного класса. И вот ситоглептин, в отличие от сакса и аллоглептина, во-первых, само исследование представляется более весомым. По продолжительности три года, по объему. И вот оно продемонстрировало его безопасность. Почему я так часто говорю о частоте госпитализации, на которую почему-то стали обращать внимание? Это не случайно. Обратите внимание, функция сердца значимо ухудшается от госпитализации к госпитализации. Каждая госпитализация это повреждение миокарда. И вот посмотрите на правую панель. После первой госпитализации в связи с обострением ХСН медианная выживаемость составляла два с половиной года. Если больной второй раз госпитализируем по поводу обострения выживаемость полтора года. Третий это год, четвертый полгода. После четвертой госпитализации все больные с ХСН умирают. Практически все. Отсюда как раз и вывод. Если мы будем предупреждать количество этих госпитализаций мы пролонгируем жизнь больному. Если мы будем использовать если у нас есть возможно несколько препаратов мы должны выбрать препарат который снижает уровень сахара но не увеличивать число госпитализации по поводу ХСН. Исследование Сейвор в этом исследовании было показано обратите внимание достоверное достоверное повышение госпитализации по поводу сердечной достаточности высоко достоверное на 27 процентов риск госпитализации таких больных повышается. Отсюда возникает вопрос можно его больным с ХСН назначать или нет. По-моему вопрос риторический. Вот он да. И вот хорошо здесь показано обратите внимание в этом исследовании саксаглептин это синие линии плацебо линии разошлись очень рано и вот уже через полгода достоверное различие в чистоте госпитализации отмечается в этом исследовании. Это конечно не очень здорово для таких больных. Исследование экзем. Здесь тоже отсутствие достоверного влияния на чисто госпитализации было отмечено. Ну и наконец FDA вот наша знаменитая 5 апреля не наша конечно американская сделало заявление касающееся безопасности требования этой организации о необходимости внесения предупреждения в инструкции о возможности сердечной достаточности по применению препаратов оно должно быть обязательно. Особенно это касается сакса и аллоглептина. И если проще сказать что вот эти препараты нужно всегда принимать если вы думаете с оглядкой и в инструкциях к этим препаратам FDA потребовало указание этого. Ну и вот это касается я не буду времени у меня истекает не буду детализировать и вот результаты смотрите несколько исследований Сейвор госпитализация на 27% высоко достоверный риск госпитализации вырос. Последний экзамен хоть и недостоверное повышение но на 19% еще одно исследование вообще очень маленькое совершенно неоднозначные результаты в котором отмечено увеличение конечно-диастолического объема сердца левого желудочка вернее и конечно-систолического те из вас кто хоть чуть-чуть занимался кардиографией могут точно мне сказать что если конечно-диастолический объем растет то фракция образа никак не может повышаться она почему-то посчитали повышенной но так или иначе так или иначе вот это как раз это исследование очень небольшое но противоречивые результаты и вообще-то было в этом исследовании вилдоглиптин изучался один препарат в этой группе и было отмечено что вроде бы повышает фракцию выброса но ладно это фракция выброса суррогатная точка обратите внимание на более значимые события сердечно-сосудию смерти и сердечную недостаточность даже при таком небольшом количестве больных можно отметить существенное значимое увеличение количества и сердечное незначимое извините незначимое недостоверное но все-таки тенденция к увеличению сердечно-сосудистых событий в сравнении с плацебо смертности и сердечной недостаточности и причина и госпитализация в связи с хосеем также отмечалась чаще даже при небольшом по своей мощности исследовании если здесь было не по 120 человек а по 1000 тут конечно было бы достоверное различие но это предположение не будем утверждать можно только вот то, чем я сказал как раз в этих выводах и изложено и вот возникает вопрос а исследование ТЭКОС чем оно отличается от этих трех исследование с ситоглептином можно отметить четко совершенно однозначно что частота госпитализации не отличается госпитализация с физической хосеем или риск развития риск госпитализации не отличается от плацебо при использовании ситоглептина и это вот лишний раз подчеркивает вот этот слайд где было показано что никак не отличается от плацебо этот препарат но и вот суммируя все результаты можно сказать что ситоглептин при использовании ситоглептина не повышает риск госпитализации САКСа и аллоглептин существенно повышают риск, и поэтому ограничения FDA введены по вилдоглептину. Нет базы доказательной, это очень маленькое исследование, и оно уже не зарегистрировано в FDA. А другие исследования пока еще не завершились. Также, что касается исследования ЛИКСа, ЛИДЕР и СУСТЕЙН, я не говорил об этих трех препаратах, ЛИКСа, ЛИРА и СЕМАГЛУТИТ, они не вызывали повышения риска госпитализации. Видите, у нас какой широкий спектр, выбор хороший. Конечно, нужно подходить индивидуально и возникать вопрос, а почему такие различия? Почему препараты одного класса, а в конечные результаты различные? Причин может быть несколько. Либо разные популяции, в которых изучались препараты, либо дизайн отличался, либо сопутствующая терапия кардиологическая и сахароснижающая, а может быть особенности молекулы. Надо сказать, что этот вопрос остается пока открытым, хотя большая часть исследователей считает, что и дизайн был практически одинаковый, и критерии для включения в исследование, и объем терапии был одинаковый. Скорее всего, это все-таки фармакокинетические и фармакокинетические особенности молекул, ингибиторов депептилпептидаза четвертого типа. Благодарю вас за внимание.